Преподаватель спецдисциплин в колледже, семейный психолог, заботливая мама, прекрасная жена и отзывчивая коллега. Все это о Юлии Баловой, которая сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Юлия. Для начала расскажите о себе. Здравствуйте, Марина. Я очень рада лично видеть вас и зрителей, которые будут смотреть эту передачу. Сегодня я хотела бы рассказать немного о себе, поделиться с вами и с аудиторией, как я пришла в свою профессию, в свое дело. Когда я была маленькая, я очень мечтала стать детским врачом, психологом, педагогом. Я получаю удовольствие от работы с детьми. То есть это то, что получается у меня лучше всего. Я смотрю на детишек, смотрю на ребят, смотрю на студентов. И все ответы на вопросы о работе с ним, они у меня в голове. То есть любое новшество я беру из жизни, что уже сейчас есть, и придумаю для конкретного человека, как ему дальше, к чему ему стремиться развиваться, как ему преодолеть свою какую-то проблему, если вдруг она есть. Я работаю сейчас на данный момент преподавателем в Рязанском технологическом колледже. Все-таки жизнь меня связала с процессом преподавания. Я очень люблю свою работу, очень уважаю своих коллег, учусь у них тоже, потому что человек, который работает преподавателем, он, по сути, уже является отчасти психологом. То есть ты смотришь на тех людей, которые к тебе пришли, которые с тобой работают, учишься с ними строить коммуникацию. И дети, которые приходят к нам учиться, они тоже год от года меняются. Они другие, это уже другое поколение. Они очень интересные. Ну, у них тоже есть чему поучиться. То есть я в преподавании более 12 лет. Мне захотелось заниматься еще чем-то. И я отучилась еще на третье образование, потому что мне стало интересно, чем я еще могу заниматься дальше в своей жизни. И пока я училась, я начала проводить консультации. Разместила свои объявления в соцсетях, написала, что я действительно учусь, но мне нужна практика для того, чтобы впоследствии работать с людьми, с детьми, с семьями. В качестве психолога уже. Да, совершенно верно. И я для себя определила прям четкое направление, локус своей работы. Мне очень интересно работать с детьми, потому что через них я вижу всю их семью. А хотели бы вы иметь счастливую семью? Все ответят так же, как и я. Конечно, я хочу. Если спросить у человека, хотите ли вы, чтобы ваши дети были счастливы, каждый человек ответит, да, конечно, я хочу, чтобы мои дети счастливы. А тут возникает другой вопрос. А что вы делаете для того, чтобы вы и ваши дети были счастливы? И здесь вот на помощь приходит тот инструментарий, который в процессе работы у меня выработался. Честно хочу сказать, я большое количество времени уделяла развитию себя. То есть я участвовала там в всяких конкурсах, писала статьи, в каких-то известных и неизвестных изданиях что-то публиковала, презентации. Этот человек любую работу делает с улыбкой и с удовольствием, поэтому с ней очень приятно общаться. Я ее знаю как коллегу, как отличного педагога, который очень хорошо общается с детьми, любит свое дело. Юлю я знаю достаточно давно, она мне помогала выстроить отношения и общение со своим ребенком. Она работает с огромной самоотдачей. В ее глазах я вижу вот эту огромную радость и желание работать дальше. Методы работы у вас есть отдельно, и для детей, и для взрослых. Вот какие вы применяете в своей практике? Вы знаете, самый главный метод, который я положила в основу своей работы, это игропрактики. Началось все с того, что игропрактики, я прошла обучение по игропрактикам, как построение образовательного процесса воркшопа. Потом я это очень заинтересовалась этим и начала разрабатывать свои собственные методы. Я хотела бы вас познакомить сначала с набором методов, которые я использую для детей. Первый метод, который вообще является базой, это метод чтения, это книготерапия. Почему это самый важный метод? Потому что с помощью него вы начинаете знакомство со своим ребенком. Например, когда ребенок маленький, вы сначала читаете ему. Он вас слушает, потому что другого информативного блока у него нет. Потом он начинает капризничать. Ему не нравится та литература, которую вы ему читаете или которую предлагаете читать ему самому. Читать нужно не только самому ребенку, но и в первую очередь родителям. Потому что дети неформально считывают... То есть они могут вам на каком-то этапе сказать, мама, папа, а почему ты сам не читаешь? Ты мне тут купил 10 книг, а сам-то ты ни одну за год не прочитал. Это тоже нужно учитывать, потому что это резонный и рациональный вопрос, который задаёт вас умный, повзрослевший, окрепший ребенок с психикой, характерной для его возраста. И с логическим мышлением развитым, конечно. Да, совершенно верно. Это первый метод. Я принесла сегодня в студию набор книжек, которые я сама прочитала, которые читают мои клиенты, которые я рекомендую к прочтению взрослым и детям. Следующий метод, который помог лично мне и моему ребенку развить математические способности. Этот метод на самом деле очень прост, но с одной стороны. С другой стороны он и сложен. Это метод кубика-рубика. У меня здесь не вся коллекция кубиков-рубиков. Я использую в своей работе огромное множество кубиков-рубиков. На любой вкус. На любой вкус и цвет хотите замечательный вот такой кубик-рубик. Есть дети, которые любят вот эти современные кубики-рубики. Он в темноте светится, потом я вам покажу. То есть есть более сложный кубик-рубик, и там есть еще сложнее кубики-рубики. То есть я вот этот, например, не умею кубик-рубик собирать сама. Ракушечки, камушки. Это тоже для детей? Да, ракушечки, камушки. На самом деле, наверное, 4 года назад мы с ребенком наконец-то попали на море. И я принесла этот метод сюда, в Рязань, с моря. Эти камушки, они многофункциональны. То есть если у ребенка есть проблемы, например, с ногами. Если есть проблемы, например, со спиной, достаточно вот эти камушки принести домой, походить по ним, выложить специально удобную для него дорожку. Если у вас есть дача, если у вас деревня есть, выложите эту дорожку, не поленитесь. Пусть ваш ребенок ходит. Он сначала пройдет пару шажков, потом ему понравится. Вы можете эту дорожку весело и бодро намочить из шланга, она будет мокрой. Потом он будет мочить эту дорожку, сам по ней идти. Это может быть песочная дорожка. Это может быть любая дорожка из любых камней. Просто эти камни, они очень приятные для хождения. Также еще есть ракушка-терапия. В детском саду вы с ребенком проходите путь поделок. И поделки вы делаете из всего, что есть в нашей жизни. Из желудей, из травы, из ракушек. Ракушки, они сами по себе, это твердый, грубый материал. Для того, чтобы сделать из него, во-первых, хоть что-то, элементарно сделать цветочек в центре, нужно потратить время. Но вы все равно будете соприкасаться с этим материалом. Вы будете клеить. Пусть ребенок сделает три лепестка. Остальное доделаете вы. Но он уже потрогал эту ракушку. Он уже запустил свой мозг. Он уже тактильно запустил процессы, которые помогут ему в жизни. Вообще, очень важно, чтобы ребенок что-то умел делать руками. Это вообще не важно, что. А следующий метод, который тоже через ребенка пришел в мою практику, это мозаика-практика. Но это для более, наверное, для детей, скорее всего, школьного возраста. Потому что составить вот такую мозаику может ребенок уже школьного возраста. То есть изначально вы можете составлять всякие разные мозаики. Да, это вот больше для девочек подходит. И тут открылся путь нам к самому важному. Это к лепке. Я принесла работу одного мальчика. Сейчас скажу, наверное, возраст 4-5 лет. Но пока я ехала, тут немножко все в одну кучку сбилось. То есть здесь комбинация его работ – это его работа. Я его сохранила, и вот дома они у меня лежат, у меня на балконе. То есть очень важно приучить ребенка что-то лепить. Это может быть что угодно. Гончарный круг, лепка из пластилина, все, что ему. Вот это вот песокотерапия, вот этот мягкий песок, мягкий пластилин. Тактильные ощущения, в общем, важны. Обязательно. То есть я считаю, что у ребенка надо развивать эти тактильные ощущения. Какой путь найдет мама и родители – это не важно. Главное, чтобы это понравилось еще и ребенку. Вот я так понимаю, что у вас к каждому индивидуальный подход. Вы прислушиваетесь, понимаете, что нужно. Методов огромное количество. А вот для взрослых? Со взрослыми работать гораздо сложнее. В том плане, что они действительно лукавят, врут. И иногда бывает так, что первая консультация не строится от слова совсем, потому что мы пытаемся нащупать дальнейшую терапию. Хочется сказать, что приходится проводить с кем-то терапию, а с кем-то психокоррекцию. Это два совершенно разных направления. Терапия – это более глубокая проработка иногда детских комплексов, неустроенности в жизни, нехватки чего-то в жизни. Например, человек живет долго один, и ему не хватает второй половинки, условно говоря. Чем больше он живет в этой жизни один, тем больше у него накапливается того, он задает себе вопрос, а почему я живу один? Почему вот это живет вдвоем, а я живу один? Ну, например, с двух сторон, мужское и женское. Причем у мужчин и у женщин это проявляется по-разному. Дальше есть такой момент терапии непринятия. Есть принятие себя, есть непринятие себя. Например, люди много лет проработали в какой-то профессии, выгорают и начинают себя в этой профессии не принимать. Или, например, люди долго живут в семье, и там же происходит процесс старения тебя и семьи вместе. То есть, если ребенок взрослеет, то мама моя, например, она со мной вместе мудреет и стареет, так же, как и я старею. И здесь уже в помощь возрастная психология. Здесь уже методика, то есть я беру инструментарий из возрастной психологии. В последнее время я обращаю внимание на метафорические карты. То есть я нашла путь к взрослым для того, чтобы они приходили, расслаблялись, для того, чтобы с помощью ассоциаций и ассоциативного мышления моего и их я могла с ними пообщаться. То есть первая консультация, как правило, это первый шаг к тому, чтобы они поняли, что я не шарлатан, что я действительно хочу им помочь, а я действительно хочу им помочь. Иногда люди, приходится с людьми куда-то выезжать. То есть, например, я провожу консультации не… Этих консультации, видов консультаций столько же, сколько людей. Если они хотят, чтобы им было комфортно дома, я приезжаю домой. Если им комфортно общаться со мной онлайн, у меня есть онлайн-консультации. Продолжаю работать со взрослыми. Иногда приходится обращаться к ролевой психокоррекции Потому что иногда человек в семье не может определить свою роль Кто он? Жена, муж, брат, тёща свекровь и так далее Здесь очень важно, чтобы человек чётко понимал В какой ситуации, какую роль он выполняет Тогда в семье гармоничные, твёрдые, хорошие, тёплые взаимоотношения Я вижу ещё на столе вот эти прекрасные флаконы с ароматами Они вам зачем в работе? Это является элементом запахотерапии Я это так называю, потому что у нас ароматерапия Это известный нам метод Иногда приходится с человеком для того, чтобы выполнять Сходить, купить, приобрести аромат И человек, когда выбирает аромат Так же, как одежда о человеке что-то говорит О человеке говорят мелочи В том числе и выбор парфюма Иногда человек просто рассказывает, какой у него парфюм Этого бывает достаточно Иногда для того, чтобы более глубоко провести психокоррекцию Я хожу с человеком, выбираю нужный ему аромат И наблюдаю за его поведением А в процессе этого, то есть он же не знает, что я за ним наблюдаю Я никому не говорю Ну кроме вашей передачи теперь Теперь узнают об этом многие Я сразу для себя отмечаю нужные психосоматические реакции И вот эта психосоматика Это тоже отдельный метод работы с людьми Она помогает дальше мне помочь ему Себя услышать, увидеть, разобраться, пойти дальше Скажите, пожалуйста, теперь о том, что вы упомянули Лечение и психокоррекция Вот немножечко, чуть больше об этом расскажите На мозгдать лечение применяется для тех детей Для тех людей, для тех взрослых Которым оно действительно необходимо и показано То есть, например, если ребенок ходит плохо Нужно, конечно, выяснить причину Почему он ходит плохо Если ребенок плохо говорит Надо понять причину, почему он говорит Потому что иногда бывает, что ребенка вводят к врачам И врачи ставят стоп Что ваш ребенок никогда не будет говорить Ваш ребенок никогда не будет ходить Ваш ребенок никогда не выучит азбуку И таблицу умножения Здесь, на мой взгляд, нужно лечение. И нужно начинать как раз с психолога, с психотерапевта, с детского врача. То есть врачи-то тоже те же самые психологи. Они не должны ставить грозных диагнозов детям и их родителям. Потому что когда твоему ребёнку поставили какой-то диагноз, любой, его записали в книжечку, и ты с этим диагнозом идёшь по жизни. Для тебя дорога в жизнь закрывается по многим направлениям. Ведь этих направлений очень много. И, например, есть ребёнок, который, может быть, и не очень хорошо говорит, но он так классно танцует. Он так классно двигается. А если мы отдадим его на танцы, он же слышит, он же видит. Он будет, может быть, классным танцором. В процессе беседы с вами я поняла такую интересную, скажем так, особенность вас как психолога. Вы берёте инструменты вообще из окружающего пространства. Они доступны каждому – детям, взрослым. И при этом вы, скажем так, ваша смелость, как мне показалось, позволяет вам внедрять совершенно новые какие-то вещи в вашу работу. И, насколько я поняла, за эти два года это имеет определённый результат. То есть к вам приходят клиенты, и они получают эффект. Вот в каком направлении дальше планируете развиваться? Вы знаете, я когда шла в Роспечать, я думала, как же мне написать на визиточке, кто я. Я пока стояла в очереди, я сформулировала для себя, кем я хочу быть. Я хочу быть действительно семейным психологом, потому что всё самое лучшее, самое интересное, оно в семье. Оно в том маленьком гнезде, который мы сами для себя вьём. И независимо от того, кто в нём будет, нам в нём будет тепло и хорошо. Дорогие друзья, я приглашаю вас в свой мир, который откроет ваш мир. Я хочу, чтобы вы стали в своей жизни счастливыми, успешными, и чтобы такими счастливыми и успешными стали ваши дети. Спасибо, Юлия, что нашли время, чтобы прийти к нам в студию, подробно рассказать. Будем рады видеть вас снова. До свидания. Спасибо большое, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин